Библейский портал экзегет.ру представляет 25 глава первой книги Парлипомена. Я читаю перевод российского библейского общества для библейского портала Экзегет. Мы продолжаем читать распределение левитов по разным служениям и священников тоже по разным служениям при храме, который должен быть построен. Причем это распределение, подчеркивает наш повествователь, произошло еще во времена царя Давида, то есть до строительства самого храма. Это заранее было сделано. Давид и военачальники выбрали потомков Асафа, Химана и Дутуна, но это разные левитские прародители, для особого служения. Они должны были пророчествовать и играть на арфах, лирах, акимвалах. Ну, вот такая группа музыкально-пророческого служения. Для нас это кажется немножко странным, но пророчество — это творчество. Вот пророк — это не шаман, который там бьется в конвульсиях и сам того не осознавая, изрекает от духов какие-то истины, как думают его последователи. Это творчество, это процесс, который требует и эстетического такого оформления. Вот их список и их обязанностей. Сыновья Асафа — Закура, Иосиф, Натания и Сарелла. Руководил сыновьями Асафа сам Асаф. Он пророчествовал и подчинялся непосредственно царю. У нас, кстати, сыны Асафа в псалтире. Некоторые псалмы носят такие названия. Айду Туни тоже, кстати, он там есть. Сыновья Айду Туна — Гидалия, Цири, Исаи, Шемиха, Швея и Маттетия. Всего шестеро. Они подчинялись своему отцу Иуду Туну, который играл на арфе и пророчества, узнавая Господу благодарность и хвалу. Ухимане. Сыновья Химана — Букияма, Тания, Узел, Шевелла и Ремот, Ханания, Ханания, Илеата, Гиддал, Сирумам, Тезер, Иушбекаши, Малоти, Хотир и Махазиот. Все это сыновья Химана, царского провидца. Смотрите, вот провидец, в общем, слово, которое похоже на слово пророка, оно такое более древнее немножко. Скажем, Самуил называется этим словом, и там такая отдельная есть фразочка, что вот тогда пророка называли провидцем, то есть такое более древнее название, хозе на древнееврейском языке. Такое ощущение, что его сыновья тоже получают это по наследству. Бог обещал извилищить Химана, и дал ему 14 сыновей и трех дочерей. Всеми ими руководил отец, они пели в храме Божьем. Красота-то какая. Играли на кимвалах, лирах и арфах, и служили в Божьем храме. Такое счастливое семейство. И смотрите, вот мы когда читаем, наверное, нас немножко удивляет, что это служение, оно очень семейное. Это национальное служение. У Давида государство, целая нация, ну, нация — современное слово, целый народ, большой народ собрался. А все равно вот, вот и, смотрите, Химан со своими ребятами, да. Вот эта семейность, она осталась, кстати, в иудаизме во многом до сих пор, когда там субботняя молитва — это семейная молитва. К сожалению, христианство иногда это как-то размазывается, да. Но тоже оно, безусловно, было. Итак, служили в Божьем храме. Все они подчинялись царю Асафу и Дутуну и Химану. И вот тоже иерархия есть обязательно, но эта иерархия, еще раз, семейная, она задана, она непроизвольна. Кто там кого подсидел, кто там кому стал начальником. Всего их вместе с собратьями музыкантов, господних, обученных и искусственных, было 288. «Распределяя обязанности, они бросали жребий. Все были наравне, старшие и младшие знатоки и ученики». И это подчеркивается, по жребию наравне, да. Все от Бога. Нету старшинства, вот как в любом традиционном обществе есть. Первым по жребию оказался Иосиф, род Асаф. Вторым — Гедалия вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. Третьим — Закур вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. Четвертым — Ицри вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. А нумерация здесь в данном случае скорее просто посменно, да. То есть сегодня первая смена, завтра вторая. Пятым — Нетания вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. Шестым — Букия вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. Седьмым — Исарелла вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. Восьмым — Исаия вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. камень Исаия, не уникальный, это не тот, который пророк. В девятом Матане вместе со своими братьями и сыновьями всего 12 человек. В десятом Шеми вместе со своими братьями и сыновьями всего 12 человек. В одиннадцатом Азарел вместе со своими братьями и сыновьями всего 12 человек. В двенадцатом Хашавия вместе со своими братьями и сыновьями всего 12 человек. В тринадцатом Шуваил вместе со своими братьями и сыновьями всего, угадайте, 12 человек. В 14-м мотите я вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. В 15-м еремот вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. Вы в какой-то момент начали, наверняка, думать уже давно, как это так чудесным образом, у них у всех братьев и сыновей ровно 12, да? Как это получается? У каждого 5 сыновей и 7 братьев, например, да? Или как-нибудь еще это распределяется? Да нет, конечно, просто им нужны группы по 12. Вместе со своими ближайшими родственниками мужского пола. Возможно, там двоюродные братья, там какие-нибудь троюродные дядюшки. То есть вот они разбились на группы по 12, по принципу родства, потому что это все очень такое семейное дело. Но список-то продолжается, приготовьте. В 16-м Хенания вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. В 17-м Иошбекаша вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. В 18-м Хенани вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. В 19-м Маллоти вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. В 20-м Иллиота вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. А вот здесь вы наверняка уже подумали, как он занудно пишет. Нельзя ли сказать такой, 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 и каждый из них со своими братьями и сыновьями всего 12 человек. Можно, это бы сильно сэкономило место, а нам сейчас время. Но смотрите, вот читают люди, которые, может быть, происходят из этих родов левицких, да. Вот мы, вот наш род вместе с братьями и сыновьями. Это же такая память народа, да. Это не просто длинный список, вот как там в ЖЭКе где-нибудь или там в какой-нибудь бухгалтерской ведомости, и все, да. Это род, и он вместе с братьями и сыновьями. В 20-м Илья-Ата вместе со своими братьями и сыновьями всего 12 человек. В 21-м Хотир вместе со своими братьями и сыновьями всего 12 человек. В 22-м Гиддалти вместе со своими братьями и сыновьями всего 12 человек. В 23-м Махазиот вместе со своими братьями и сыновьями всего 12 человек. В 24-м Румамти Эзер вместе со своими братьями и сыновьями всего 12 человек. Но это у нас с вами музыканты и пророки, которые идут в одной категории. Интересно, что творчество, оно наравне с пророчеством, музыкальное творчество в данном случае. И оно часть служения. У нас как-то часто разделяется богословие, богослужение. Это одна сфера. Творчество, музыка, балет, литература. Это другое. Тоже хорошее, но совершенно другое. А вот у них было вместе. Мне кажется, это здорово. Ну, ладно, это про искусство, а дальше будет про охрану. У нас в стране очень много охранников. Вот следующая 26-я глава как раз про них. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok